В России более 13 миллионов человек признаны инвалидами. И все они нуждаются в медицинском обслуживании, как амбулаторно, так и стационарно. Федеральный закон о социальной защите инвалидов обязал организации, независимо от формы собственности, создавать условия инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. В исполнении этого закона приказом Нездрава России номер 802Н от 12 ноября 2015 года утвержден порядок обеспечения условий доступности инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья. Под объектами инфраструктуры понимаются помещения, здания, иные сооружения, используемые для предоставления услуг инвалидам в сфере охраны здоровья. Согласно порядка, руководители медицинских организаций должны организовывать инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения их доступности в медицинских организациях. Кроме того, медицинским организациям вменяется создание совокупности условий для инвалидов, в том числе использующих кресло-коляски. Перечислить только часть из них. Самостоятельное или с помощью сотрудников передвижение по территории, в том числе через входы и выходы. Возможность посадки в транспортные средства и высадки из него перед входом на объекты в медицинскую организацию. Размещение оборудования, носителей информации для инвалидов с дублированием звуковой и зрительной информации, а также с использованием шрифта Брайля. Оснащение оборудовано для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Собственники объектов, где предоставляется медицинское обслуживание инвалидам и которые пока невозможно приспособить под их потребности, согласовывают. Но лишь до их реконструкции или капитального ремонта с одним из общественных объединений инвалидов, временные меры доступа инвалидов к месту осуществления медицинской деятельности. А если это невозможно, то обеспечивают предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме. Если же медицинская организация арендует помещение, которое невозможно полностью приспособить под потребности инвалидов, то она должна договориться с арендодателем, чтобы он обеспечил соблюдение условий доступности для инвалидов. Возникает закономерный вопрос, зачем собственнику лишние расходы. Собственник может эти расходы осуществить, но потом переложит все на арендодателя, медицинскую организацию, а та в свою очередь на конечного потребителя, того же инвалида. Или я не прав? Государству, конечно же, нужно знать, как осуществляется в динамике поэтапное повышение уровня условий доступности для инвалидов медицинских организаций и осуществлять контроль за ними. Поэтому от них потребуют бумаги, паспорт доступности для инвалидов и предоставляемых на нем услуг. По установленной форме с определенными показателями, из которых становится понятно, насколько объекты медицинской организации отвечают установленным требованиям, и что именно, и в какие сроки станет предприниматься для приведения объектов в соответствии с потребностями инвалидов. Этот паспорт будет составляться комиссией, назначенной приказом руководителя медицинской организации с персональным составом. Потребуется иметь положение комиссии, план график обследования объектов и паспортизации объектов. Паспорт утверждается руководителем медицинской организации после обследований и паспортизации и предоставляется учредителю для дальнейшего исполнения под контролем государства и его мерами принуждения в виде административных штрафов до 30 тысяч рублей, если паспорт будет отсутствовать. Все, на чем я становился, имеет самое прямое отношение к медицинским организациям частной системы здравоохранения, собственникам помещений, либо их арендаторам. С учетом кризисных явлений в экономике рекомендую мероприятия по повышению доступности медицинских организаций для инвалидов разбить на несколько лет, ну может быть 2-4 года, так как адаптированные лифты или входные группы требуют достаточно емких капитальных вложений, но при этом с обязательным реальным ежегодным выполнением части из них, так как иначе государство наложит штраф. Приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. Могу прогнозировать почти со 100% вероятностью, что улучшение доступности медицинских организаций частной формы собственности для инвалидов непременно вызовет рост стоимости медицинских услуг, потому что инвалиды, как потребители платных медицинских услуг, все остальные пользователи частной медицины и будут улучшение доступности инфраструктуры для инвалидов из своего кармана оплачивать. Такой вот подарок от Минздрава России в преддверии нового 2016 года. Субтитры создавал DimaTorzok